всем привет сейчас на часах девять с половиной и я некоторое время уже стою очень рано как бы рано до 9 часов сейчас я собираюсь позавтракать и позаниматься английским мой завтрак поскольку я сегодня очень хочу спать я решила попить кофе с молоком и у меня есть покупные блины с мясом и также английский он на сайт здесь вот у меня учитель типа он объясняет тему и дальше идешь делаешь задание этот курс я начала в марте прошлого года но все никак не могу закончить когда было бесплатно бесплатный доступ я прошла его наполовину но потом когда я уже его оплатила принципе никто меня никуда не гонит и я немножко затянула время с обучением и вот уже прошел год как я до сих пор не могу его закончить у меня осталось там буквально 40 40 уроков и вот мне надо в июне это то учить чтобы закончить весь курс эти уроки они такие как бы в игровой форме вот здесь например нужно поставить правильную боку и идет на запоминание то есть повтор 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 одного и второго слова может быть несколько раз и потом на протяжении всего курса повторяется все слова то есть как бы если ты проходишь не забрасывая то слова очень хорошо запоминается бывает конечно уроки где очень много слов сразу вот тогда чтобы получать запутанец но в таком случае лучше тогда один урок проходить за день и тогда хорошо ты тут учитель произносит как правильно произносить слова мы конечно же должны повторять я обычно не повторяю нужно найти правильное произношение раньше я изучала английский в колледже сначала я была в техникуме потом я перевелась в техникуме английского почти не было там всего три месяца потому что не было учителя потом я перевелась в колледж и в колледже я изучала английский три года то есть как бы за три года казалось бы нужно знать английский более-менее нормально но у меня такое ощущение что сейчас я прохожу курс и за этот курс я уже знаю больше чем тогда возможно тогда была не такая осознанность к обучению то есть сейчас никакие уроки не напрягают то есть занимаешься только английским больше помимо него ничем не занимаешься и сил тратить никуда не надо только фокусирован на одном предмете и скорее всего из-за того что стал старше то есть ты понимаешь для чего тебе он нужен и как бы отношение другое возможно из-за этого но у меня есть мысль что этот курс он намного лучше чем проходят в учебных заведениях то есть он в игровой форме и запоминания очень хорошие то есть я не садилась ни разу ни за одно слово чтобы вот так вот чтобы прям сидеть и зубрить то есть я после обучения слов здесь да они если долго не занимаешься они быстро забываются но если заниматься постепенно постоянно то есть эти слова все равно все откладываются и после этого курса хоть я его еще не дошла до конца но в принципе у меня осталось время и даты ну то есть месяц там и так далее вот этот вот время года и сейчас я вот когда иногда смотрю на инстаграме посты иностранные на английском то я хоть немножко начинаю понимать о чем идет речь запас слов конечно очень маленький понятное дело что нужно учить слова но вот этот курс он прям вообще то есть хоть что-то ты начинаешь понимать тут просто потом уже забил слова если не понял забил слова переводчик перевел и то есть недостающие слова ты уже перевел и принимаешь смысл то есть эти артикли этим как их называются тубе и так далее вот эти все вот то есть это уже понятно то есть почему она тает и почему не тает если на то что у меня прощение то есть произношением все очень плохо поэтому я думаю следующий курс будет намного лучше но я пока правда не планирую брать следующий пока немного времени отдохну сразу закончила я начала проходить курс во время пандемии когда курсы были бесплатные доступные несколько месяцев были открыты вернее в открытом доступе и тогда я начала заниматься но отношение было такое не серьезно поэтому вести тетрадь я начала уже не в первых уроков и соответственно чего-то уже не записала и вот у меня тут много слов то есть сразу я писала только глава тут вот у меня практика это такие цифры цифры я некоторые уже позабыла так потом я уже чем дальше я начала записывать что нужно делать у меня очень много записей звук и звук и звуки наверное самая нелюбимая при это уроки когда идут звуки потому что я бы предпочитала бы их изучить всех сразу чтобы понимать как нужно читать и плюс не всю драматику объясняет сразу то есть как почитать там разные словосочетания у этого сочетания разные сочетания букв также я завела себе отдельный товарик но поскольку я не понимаю этих транскрипций я пишу на русском языке чтобы мне потом не запутаться у меня здесь не все переписано очень много также у меня есть еще два словарика и несколько учебников но по учебникам я не занимаюсь потому что это не очень удобно и там в принципе нужно какое-то объяснение чтобы тот объяснял понимать так просто плюс учебники некоторые написаны на английском языке вот например школьные и даже школьная тетрадь заданиями она все идет на английском пока словарный запас маленький понимаешь не все заданиями она все идет на английском чтобы потом понимать как строить предложение так извини у меня сейчас нет времени извини это ссоры а им ссоры ой чего я записываю некоторые конструкции составление предложения они немножко по-разному двигают то есть вот например близ обычно пишется в конце я сейчас тоже пишет в конце английском языке предложатся два варианта у меня ай это ай если ай то мы всегда пишем have если идет ты или он ой вернее если идет она или он или it ну чтобы оно оно животное то идет has а также везде идет have i have got the time the у него есть время he has вот сейчас здесь да действительно has he has got the time то есть здесь лучше то чем а 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 Я закончила с английским сегодня. Так, у меня с какого места? Вот отсюда получается. Я записала полторы страницы. Это самое прям важное. И еще заполню я немножечко. Вот, и я пришла сегодня два урока. Хотела еще, но что-то уже силу нету. Так, я закончила с английским, но на этом мой день, конечно же, не закончился. День в самом Родгаре, сейчас обед. Но я хочу сейчас еще порисовать или почитать книгу о рисовании, потому что я ее купила в марте, но до сих пор еще за нее не садилась. Сейчас у меня выдалось время как раз в ней посидеть, разбираться в маркерах. И если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии. И обязательно пишите, как вы учите английский язык или какой-то другой. И будет очень интересно почитать. И если вам эта тема будет интересна, я сниму потом еще отдельное видео. Могу показать книги. Также я еще хочу учить корейский язык. Но поскольку я не нашла нормальный курс, бесплатные какие-то курсы и так далее, которые я хорошо понимала. Поэтому пока у меня есть курс английского языка, который мне нравится, я решила, что буду заниматься чисто английским. А вот потом постепенно начну тягиваться в корейский. Поэтому если у вас есть также какие-то интересные варианты изучения иностранного языка, как вы себе облегчаете работу, чтобы хорошо запоминалось, как его практикуете, обязательно делитесь со мной, мне будет очень интересно с вами пообщаться на эту тему. Всем пока!